Здравствуйте! Это «Хлебный край» – программа о заботах и достижениях агропромышленного комплекса Алтайского края. Агротуризм У нас действительно есть много того, чем можно удивить гостей, как, например, отдых на моральнике. Этот эксклюзив сегодня предлагают почти все хозяйства, которые занимаются разведением моралов. Каким был интерес к нему у туристов в прошедшем летом? Об этом в разговоре с экспертом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добираются самолётами, потом очень долго едут, кто-то на машинах за три-четыре тысячи километров добирается. Наверное, всё потому, что люди, не один раз побывав в нашем месте, долго добиравшись, возвращаются снова и снова. Есть даже такая история, что люди приезжают, вот, вы так далеко находитесь от цивилизации, вы так далеко находитесь, что даже сотовой связи нет. А когда уезжают, говорят, что, ой, как хорошо, сотовой связи нет, даже никогда её не проводите, пожалуйста, мы зато отдохнули. Прям очень здорово отдохнули. Добираются по-разному. Понятно. А как Вы оцениваете, вот, прошедший сезон, было много, мало туристов? Откуда, из каких регионов приезжали? В этом году туристов было достаточно, как, в принципе, и в прошлом году, и в позапрошлом. Люди приезжают из Казахстана, приезжают очень много людей. Из Белоруссии приезжают в этом году прям, ну, очень много достаточно. То есть Москва, Санкт-Петербург, да, приезжают в этом году, на самом деле, больше из Центральной России. Добираются до нас. Вот работа туристической базы, Вашей туристической базы, в силу вот такой специфики, она напрямую связана с развитием мораловодческого хозяйства. И вот какие ресурсы, возможности этого мораловодческого хозяйства, что от него зависит, собственно говоря, то, что Вы предложите своим туристам? Да, конечно, от мораловодческого хозяйства зависит наш пантооздоровительный комплекс. Вообще, мы одни из первых, кто у нас не просто база отдыха, мы одни из первых тех, кто на базе именно мораловодческого хозяйства построили пантооздоровительный комплекс. Это было в конце 90-х, начало 2000-х годов. Мы поняли, что оздоравливать людей необходимо, так как это не лечение, это оздоровление. То есть идёт воздействие на иммунитет, что как следствие вытекает оздоровлением полностью всего организма. Улучшается кровообращение, нормализуется давление. Это именно комплексный подход воздействия на весь организм в целом. Мораловодческое хозяйство на сегодняшний день занимает лидирующие позиции уже на протяжении 10 лет. Существование совхоза у нас уже с 1932 года. Оно в процессе реорганизовывается, переименовывается, но тем не менее остаётся на той же базе, которая была в 1932, 1953 и остальных годах. Вот смотрите, к вам же приезжают наверняка покупатели из Китая, из Кореи. Интерес не заканчивается же наверняка. Они постоянно, каждый год к вам приезжают. Что говорят? Да, конечно, они говорят, что насколько Австрия, Китай не пытались выращивать искусственно моралы, всё-таки алтайские панты – это самые ценные панты в мире. Они приезжают весной, летом и осенью. Они контролируют, как растут моралы, в каких условиях растут моралы, для того, чтобы понять, какое будет осенью качество, когда будут панты законсервированы. То есть в процессе консервации они обязательно приезжают, смотрят, как варятся панты, как они правильно хранятся, как сушатся и так далее. И вот в процессе консервирования пантов получается вот этот вот знаменитый бульон, пантовый бульон, который идёт как раз на пантовые ванны. Да, всё правильно. То есть в процессе консервации при варке пантов получается пантоварочная вода, которая впоследствии идёт в пантооздоровительный комплекс. У нас это делается напрямую. То есть горячая вода в пантооздоровительном комплексе – это пантовая вода, которая получилась вот в процессе варки пантов, в которой впоследствии и купаются наши туристы. Какое поголовье в этом хозяйстве и какой объём пантовых ванн в результате может получиться? На сегодняшний день поголовье 3750 голов. У нас есть цель увеличить поголовье до 5000 как минимум. На сегодняшний день нам не хватает ресурсов, нам не хватает лесов. И на сегодняшний день это немножко проблема, потому что леса в Алтайском крае использовать для выпаса сельхозживотных, каким относится морал, у нас запрещено. У нас есть такой вопрос, он сейчас стоит остро. Это касается не только нашего моральника, это касается всей мораловодческой отрасли в Алтайском крае. Так как раньше можно было выпаса сельхозживотных, моралов, нам разрешали выпасать на лесной земле, то на сегодняшний день это запрещено. А морал по своей природе, он не может обитать без лесной местности. И на сегодняшний день поголовье 3750 голов. В процессе срезки получается 7000 килограмм сырых пантов, что может позволить ежедневно нам производить 300-400 пантовых ванн в день. Так это огромное количество? Ну да, конечно. Мы, в принципе, сейчас у нас есть в процессе увеличения развития и пантооздоровительного комплекса. Вот смотрите, очень многие мораловоды говорят, вот у кого пантолечебницы на моральниках существуют, что хорошо бы иметь круглогодичные вот такие пантолечебницы, но как бы вот ограничение только сезоном, потому что панты ведь срезают с какого периода? С мая. С мая по июнь-юль. Вот. То есть, получается, вот этим и ограничивается работа пантолечебниц? Ну, на сегодняшний день можно сказать, что можно и в другое время производить пантовые ванны. Есть у нас технология, которую мы сами разработали и запатентовали, зарегистрировали. То есть, там также используется тот же отвар. Просто получается, это уже не процесс консервации пантов, а это уже отдельная определённая процедура для ванны впоследствии. То есть, вы тоже задумываетесь о том, чтобы сделать и зимой такие пантолечения, такое пантолечение? Да. Мы у нас в процессе, мы хотим построить пантоздоровительный комплекс зимнего типа, безусловно. И все остальные не зря тоже так планируют, так как это дополнительный доход. На сегодня мораловодческим хозяйством очень сложно выживать, так как доход получают один раз в году. Это осенью, когда панты сдают. Очень сложно на год распределить средства. А пантоздоровительные комплексы, они будут приносить дополнительную выгоду. Это, во-первых. Во-вторых, рабочие места будут создаваться. И, в-третьих, конечно, это налоговые обложения, налоговые отчисления. Но, к сожалению, на сегодня рабочих мест не так много, как хотелось бы. То есть, мы хотим всё-таки развиваться. И действительно, чтобы село ближайшее тоже развивалось вместе с нами. Ну, отлично. Желаю вам тогда реализовать все ваши планы. Спасибо, что были в студии. Всё доброго. Спасибо. В Алтайском крае принята новая региональная программа развития пчеловодства. Она рассчитана на три года. Согласно этому документу, в следующем году из краевого бюджета денег на поддержку пчеловодов выделят в пять раз больше, чем в шестнадцатом. Это 9,5 миллионов рублей. Сейчас в крае возмещают часть затрат на техническое переоснащение пасек, на содержание племенных пчелосемей. Со следующего года будут субсидировать еще часть расходов на приобретение пчелопакетов и племенных маток пчел, а также на содержание товарных пчелосемей. Почему в крае так важна эта программа? Об этом в следующем сюжете. Вот так в течение шести лет в Алтайском крае начинается региональный праздник пчеловодов. Его проводят 14 августа в день православного праздника «Медовый спас». В этот день на Руси был обычай светить в церкви первые соты и первый мед нового урожая. ПЕСНЯ Алтайские депутаты учли данный исторический факт и закрепили праздник пчеловодов краевым законом. Несмотря на жаркие споры вокруг этого нормативно-правового акта, он все же позволил урегулировать деятельность пчеловодов и внес примирение в их отношения с фермерами. В прошлом году наши пчеловоды выдали рекордный за почти 40-летнюю историю современного Алтая продукцию без малого 9 тысяч тонн товарного меда произведено на пасеках Алтайского края. Алтайский мед знают и в нашей стране, и далеко за ее пределами. Более 200 тонн меда в прошлом году было поставлено за пределы нашей страны почти в 10 стран мира. Алтайские пчеловоды признают, что за несколько последних лет существенно изменилось их место на краевом рынке. В течение года в Барнауле и других городах региона стали проводить медовые ярмарки. На них производители могут продавать продукцию напрямую от пасеки, минуя перекупщиков. Такая форма торговли сделала алтайский мед доступнее для горожан. На зиму всегда запасаю мед. Вместо сахара вообще мед употребляю, а сахар не употребляю, все с медом. Каждый год, вот в течение 10 лет, это вообще постоянно, когда еще не было ярмарки, маленькие были. Сейчас, конечно, разнообразие такое, что просто глаза разбегаются очень много. Серьезным достижением в российской отрасли стало то, что начиная с 2013 года произошло сокращение импорта меда. В 2013 году в страну ввезли 1 200 тонн, в 2015 на целую тысячу меньше. Однако при этом рынок меда продолжает оставаться непрозрачным. Даже президент страны Владимир Путин в этом году посчитал нужным дать поручение Минсельхозу разработать стандарты качества меда. Он выразил обеспокоенность, что в последнее время появилось большое количество фальсифицированной продукции, в том числе из Китая. На этой волне депутаты вернулись к обсуждению федерального закона о пчеловодстве. Его принятие ожидают к концу года. Учитывая это, власти Алтайского края продолжают работу по развитию региональной отрасли и намерены принять соответствующую программу. Эта программа будет сочетать в себе изменения в нормативном регулировании этой отрасли. Мы намерены дополнительные меры поддержки и пчеловодам, и другим отраслям, которые близко с пчеловодством связаны, я имею в виду и растеневодство, поощрять, обеспечивать обновление основных фондов в этой отрасли, для того, чтобы продукции высочайшего качества у нас производилось в Алтайском крае как можно больше. В нынешнем году проливные дожди долгое время не давали пчелам работать. Многие даже высказали опасение, что недобор меда взвинтит его цену на рынке. К счастью, этого не произошло. В силу того, что дожди заливали, взятка было мало. То есть на следующий день, даже если жара, уже нектара нет, пыльцы нет, пчелам вроде работать хочется, а не с чего брать. То есть попозже, к августу, более-менее ситуация нормализовалась, то есть разнотравий мы откачали достаточно много. То есть хватило и на опты, на розницу. Ну вот, немного мы меда потеряли, конечно, из-за дождливой погоды, вы все знаете, как это все происходило летом. Но сейчас погода нормализуется в августе месяце, пчелки начинают отрабатывать сезон. То есть я думаю, мы войдем по объемам, ну, по крайней мере, не хуже, чем в прошлом году. Алексей Наденко живет в Калманском районе. Любовь к пчелам передалась по наследству от отца и деда, а теперь вот и самому помогает сын. Сейчас уже студент Пет-колледжа. Занимаюсь пчеловодством лет с десяти, и вот на протяженное время, ну, как заставил. Пчеловодство – это тяжелый труд, очень тяжелый. Помогать надо отцу. Один же он не справится, правильно. Начиная с середины июля, начинается откачка меда первая, и вот до сентября. Самое напряженное от этого момента. На этой пасеке находится около 250 пчелосемей. За сезон они приносят 8-9 тонн меда. К нему добавляется еще и остальная продукция пчеловодства – пыльца, перга, маточное молочко. Чтобы узнать, чем живет алтайская пасека сегодня, в гости к Алексею Наденко заехал губернатор Александр Карлин. Вот то, что мы видим белого цвета, это так называемые запечатанные. То есть там уже все циклы, которые от пчелы зависят, прошли. С этой стороны, если рамку посмотрим, вот смотрите, вот здесь еще есть возможность поработать. Значимость пасек глава региона оценивает еще и с точки зрения повышения урожайности сельхозкультур. Так получилось, что о роли пчелы, как о пылителе растений, не вспоминали долгое время. Пчела необходима для того, чтобы крестьяне получали эффективность и высокие урожаи по целому ряду культур. В первую очередь, это технические культуры. Специалисты отмечают, там, где не работают пчелы, урожайность гречихи не выше 6 центнеров с гектара. Там, где появляются эти труженицы, гектар пасевов дает прибавку в три и более раз. Только гречиха и подсолнечник в крае занимают 1 миллион 200 тысяч гектаров. Одна пчелосемья способна опылить 1 гектар. По предварительным данным Алтай-Крайстата, в 2016 году на алтайских пасеках содержалось около 500 тысяч пчелосемей. Таким образом, для опыления гречихи и подсолнечника в крае их должно быть как минимум в два раза больше. С фермерами тоже уже лет 20 дружим. Они подсевают мне гречку в основном. Они довольны, потому что урожайность реально повышается 20-25 центнеров с гектара у них. Пчеловоды рассказывают, что оптовые покупатели из Москвы в первую очередь спрашивают на Алтае гречишный мед. Вы посмотрите на него, на этот гречих, он ядовитый янтарный такой, на вкус приторно-сладкий. Даже, понимаете, даже до того у него биологическая активность, у него даже вот, когда вы иногда прикусите губу, там, кровь, и он чем-то напоминает вот при вкус крови, вот такой приторно-сладкий, такой мед. Он очень биологически активный, и поэтому вы даже ложечку, если съедите и чаем запьете, у вас сразу лоб вспотеет. Сегодня в крае на пасеках активно развивают такое направление, как познавательный и оздоровительный туризм. Например, гости этой сладкоприродной фабрики смогут под руководством пасечника самостоятельно накачать себе меда. А это еще одна потенциальная статья дохода для пчеловодства. Занимаемся мы уже с детства, то есть с 7 лет. Отец нас приучил, как получается. Никогда не надоест это, то есть и в первую очередь для здоровья тоже, как говорится, полезно работать, тем более тут. И сон на улице тоже вот придумали такую же вот процедуру тоже, и сам, бывает, лягу там, полежу, полечиться. Ну и на пасеке находиться, естественно, тоже для здоровья очень полезно. Безусловно, с развитием рынка острее становится проблема сбыта меда. Многие переработчики сталкиваются с вопросами правильной сертификации продукции, оформления других сопроводительных документов. Алтайский мед, безусловно, 99, как я уже говорил, и 9% поступает натуральный, качественный. Другой вопрос, что он абсолютно качественный по российским стандартам. Но его нужно адаптировать и под международные нормы по антибиотикам, по всевозможным пестицидам, да, потому что, к сожалению, сейчас есть расхождение. Это еще одна из причин, по которой работники отрасли с большим нетерпением ожидают принятия федерального закона о пчеловодстве. Сейчас нужно в новых экономических реалиях уже сделать закон более конкретный, где и преференции для отрасли были бы предусмотрены на федеральном уровне, и меры государственной поддержки систематизированы. Мы имеем доступ к этим документам, к проектам этим документам. Я считаю, будет технологически правильно, если мы сейчас региональную программу разработаем и даже примем, и будем активно содействовать принятию федерального закона в новом составе уже Государственной Думы. Калманская компания «Медовик Алтая» в основном работает на экспорт. У нее заключен контракт на поставку продукции в Америку. Уже около пяти лет алтайский мед занимает полки магазинов США. Выйти на такой уровень предприятию было непросто. Единственной поддержкой для него стала помощь алтайского фонда микрозаймов. Торговая компания «Мед Алтая» в Барнауле несколько лет назад тоже начинала работу с нуля. А точнее, со старого ветхого домика, в котором продавали мед для барнаульцев, разливая его из фляг. Раньше чаще всего у нас были, ну, наши барнаульцы, местные жители. Сейчас очень много туристов, то есть жителей разных стран. То есть есть из Китая, есть из Казахстана, то есть из Франции даже были люди. Ну, много очень с разных стран приезжают. То есть где-то находят в интернете компанию, либо где-то в гостиницах увидели продукцию, кто-то посоветовал, через сарафа на радио, либо интернет. Качество этого меда не подлежит сомнению. Однако в целом от фальсификации на рынке до сих пор нет надежной защиты. Если мы говорим о некачественном продукте на прилавках, ни в коем случае не о всем меде, да? А если там некачественный продукт, как правило, это размешанный мед. То есть натуральный, с чем-то еще. Это и патока, и всеразличные сиропы. Иногда даже китайский мед, что в Алтайском крае, к сожалению, фиксировалось завоз этого продукта. И особая тема, это тема и федерального законодателя, и нас, региональных властей, она заключается в том, чтобы мы должны предусматривать меры правовой, организационной и всякой иной защиты качества этой продукции. В Алтайском крае, например, уже начата такая работа. Летом 2015 года Роспатент зарегистрировал бренд «Алтайский мед» по наименованию «Место происхождения товара». Уборка зерновых и зернобобовых культур в крае завершается. Рубеж в 5 миллионов тонн зерна уже превышен. Основные силы земледельцев сейчас сосредоточены на обмолоте подсолнечника и копке сахарной свеклы. Чем еще живет в эти осенние дни село? Об этом в обзоре редактора краевой газеты «Алтайская Нива» Марии Чугуновой. Здравствуйте, наши зрители и читатели! Очередной выпуск «Алтайской Нивы» посвящен новым проектам краевых сельхозпредприятий. Человеком недели по версии нашей аграрной газеты стал один из руководителей красногорского предприятия «Месес» Евгений Соколов. Он рассказал корреспонденту, с чего начиналось хозяйство 17 лет назад, почему пришло желание уйти из торговли в агробизнес и зачем теперь здесь развивают животноводство. Наметились изменения и в судьбе косихинского предприятия ООО «Радуга». С приходом нового инвестора здесь начали наводить порядок – покупать новую технику, менять подходы к земледелию. Результат не заставил себя ждать. Уже в текущем сезоне в «Радуге» получили среднюю урожайность поозимой пшеницы на уровне 40 центнеров с гектара. И ведь все понимают – это только начало. О том, насколько важно сформировать команду из надежных людей, из профессионалов, пишет наш Сапкор в Косихинском районе Светлана Гусарова. Компания «Алсу» получила свое название не в честь известной российской певицы, как вы бы могли подумать. О том, как расшифровывается наименование компании, которая является одним из пионеров в вопросах переработки облепихина сок, вы узнаете из статьи «Сочная Алтайская». Сегодня предприятие снабжает полезными продуктами не только Алтайский край, но и регионы России и зарубежные страны. О модернизации производства и новых проектах рассказывает директор компании-переработчика Александр Сурков. Также из свежего номера вы узнаете о том, что указывает на выход сельского хозяйства нашей страны из кризиса, почему житель Михайловского района не выбрасывает старую технику, чем привлекательна чечевица для аграриев региона. Предложение от агрознабженческих компаний. А я на этом прощаюсь с вами. Удачи всем, кто трудится в полях и на фермах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Оператору машинного доения коров хозяйства Крутишинская Шилоболихинского района Людмиле Черенковой присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации». Такое поощрение Людмила Петровна получила за высокие достижения и многолетний добросовестный труд. Торжественная церемония награждения состоялась 5 октября на открытии российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2016» в Москве. Алтайскую доярку поздравил председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. О достижениях других тружеников алтайского агропрома далее расскажет Сергей Марков. Здравствуйте, дорогие друзья! Мне радостно вновь с вами встретиться. Я продолжаю знакомить вас с достойными людьми, которые создают славу агропромышленного комплекса Алтайского края и которые в эти дни отмечают свой собственный праздник. 3 октября день рождения отметил Владимир Турбин. Он возглавляет птицефабрику Комсомольская Павловского района. Это крупнейшее предприятие отрасли. Здесь получают 50% от общего количества яиц, произведенных на региональных птицефабриках. Предприятие под руководством Владимира Михайловича на протяжении многих лет удерживает это лидерство. 6 октября день рождения был еще у одного руководителя Алтайского сельскохозяйственного предприятия Ирины Шипиловой. Она возглавляет хозяйство Милира Поспелихинского района. Это одно из передовых хозяйств Милира, внесена в государственный племенной регистр как племенной репродуктор по разведению крупного рогатого скота черно-пестрой породы. При этом Ирина Прокофьевна считает важной частью и растениеводство. Хозяйство имеет высокую культуру земледелия. Для наших именинников в программе звучит выступление Алтайского коллектива. Алтайского коллектива 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 Дарят звезды свою вежность. Так же пусто было на земле, И когда летал экзюперик, Так же падала листва в садах. И придумать не могла земля, Как прожить и без него, Пока он летал, летал, И все звезды ему отдавали Свою вежность. Субтитры создавал DimaTorzok Опустела без тебя земля, Если можешь придать скорее На этом программа завершена. Встретимся через неделю. Наш разговор будет вновь о тех, кто растит и производит продукты питания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok